Тринадцатая серия. Хурикваго. Приготовлена в Африке. Сейчас половина шестого утра. Скоро мы отправимся в грот Константия Уайн Эстейт. Там начнутся съёмки последней серии нашего третьего сезона. У меня ясный взгляд и хвост пистолетом. Мне кажется, здесь может сдуть насмерть. Мы сейчас в полноприводной машине Джеймса. Хорошо, что у меня недлинные волосы. Завтра мы пройдём вон там, а сейчас мы едем в Йонкерс Хайс и в грот Константия Уайн Эстейт. Это ресторан, где Гард работает су-шефом. Мы приготовим бабути. В 50-х годах оно было национальным блюдом ЮАР. Гард. Йонкерс Хайс, грот Константия Уайн Эстейт. Ладно, идём, Дуэйн. А, ты здесь. Сегодня утром ты очень свежо выглядишь. Пойдём приготовим себе обед в половине шестого утра. Идите, Белл, Таз. Доброе утро. Привет, как дела? Чертовски здорово. Я устал. Сейчас на кухне спокойно и тихо. Мы сможем всё приготовить до появления остальных сотрудников. Я знаю Гарту уже три года. Я всегда обещал ему, что когда-нибудь мы приедем к нему на кухню и будем вместе готовить. Сегодня этот молодой человек будет для нас готовить. Он приготовит нам кофе, а мы вернёмся на кухню. Все будут кофе? Бабути немного похожа на английский пастуший пирог. Говядина, свинина, немного малайских специй и индонезийских ингредиентов. И всё. В первую очередь для Бабути надо пожарить много лука. Горький лук, чеснок, имбирь. Имбирь. Приступим. Тут есть эхо. Сейчас оно мне ответит. Через несколько часов мы поедем в Сильвермайн. Проведём ночь в прекрасном лагере с палатками у столовой горы. А завтра утром пройдём 17,5 километров из Сильвермайна в Оранжклув. Поэтому мы всё приготовим сейчас. Печёный чеснок, имбирь, всё это мы пожарим. Следующий этап – жарка. Говядина постная. Благодаря свинине блюдо станет сочнее. Пока это жарится. Молодой тмин, молотый кориандр, куркума, масала и специи для Бабути. Что ты кладёшь в смесь специй для Бабути? Специи для Бабути. Порошок карри, палочки корицы, молотый лавровый лист, малайские специи. На самом деле я не знаю, что тут, но догадываюсь. Почти как пять специй. Ладно, пять специй. Фарш почти готов. Когда он станет коричневым, мы добавим туда специи. Слегка обжарим, положим сюда изюм султана и немного яиц. Блюдо получится вкусным и сытным. Перемешаем. Яйцо и сливки, пара лавровых листьев. На кухне гард гораздо более дерзок, чем на пляже в Мозамбике. Вы меня понимаете? Я на своём поле, я не могу робить. Как видите, это поджаренный фарш. Он не слишком тёмный. Теперь кладём специи, высыпаем всё сюда. Давай, клади. У меня в руках три салатника, пожалуйста, помоги мне. Кстати, это называется телевизионное шоу. Зрители хотят видеть, как мы осторожно это насыпаем. Ты так небрежен. Очень небрежен. Медленно высыпаем. Видите, как изменился цвет? Это традиционный цвет бабути. Его даёт куркума, гарам масала и прочие молотые специи. Это усиливает вкус. Соль. Иногда я кладу солёное сливочное масло. Оно даёт тот же эффект. Где Март? Попроси его принести нам кофе. Март, что там с кофе? Вот он. Говорят, что всех шеф-повара – либо алкоголики, либо наркоманы. У меня зависимость от кофеина. Я просто повар, не шеф. На завтра у меня запланирована роскошная трапеза. Закончим прогулку, а потом будут устрицы, шампанское. Последняя серия должна быть роскошной. Хорошо, продолжай. Посмотрите, он хочет добавить сладкое, сладкое, сладкое. И что ещё? Яйца. Сейчас это изюм. Я бы замочил его в воде на 20 минут. Гард говорит, это не нужно. И абрикосовый джем. Также можно взять чатни. Ты готовишь? Я только помогаю. Смотрите, как красиво. Видите, какая поза? Нет, лучше вот так. Бывший официант. За последние несколько лет он, несомненно, стал смелее. Так, разобьём несколько яиц. Наливаем сюда. Яйца сделают смесь более жидкой. Выливаем. Ты это зажигаешь? Если у вас дома нет рашпера, можете поставить бабути в духовку. У нас оно красиво подрумянится сверху. Вот так. Кажется, мне придётся ещё пощёлкать. Никогда в жизни так не мучился, поверь. Это из-за камеры. Я не могу поймать перед камерой рыбу. Оправдание. Ты же меня понимаешь? Надо выложить его вот сюда. Давай. Разравниваем обратной стороной ложки, прижимая. Так будет лучше. Займёмся делом? Ты же не шутил? Не знаю, как так получилось. Это должен был делать Гард. Понимаете? Я высокопрофессиональный, образованный, опытный повар. Разбиваю яйца. Это называется нецелевым использованием. Яйца. А это сливки с молоком. Смотрите, какие густые и красивые. Сначала наливаем в половник. Зачем ты так делаешь? Так в фарше не будет углублений. Надо наливать медленно. Изумительно. На кухне ресторана есть банки со специями. Всё подготовлено. А мне дома приходится искать, где лавровый лист. У меня там полки со специями. Хочешь поставить подрашпер? Насколько? Готовим при низкой температуре около 10 минут. Сначала должен пропечься омлет. Ближе к концу прибавим газ, он подрумянится, и всё в порядке. Видите эту гору на заднем плане? Там мы заночуем. Как видите, омлет ещё колышется. Ждём пару минут. Развернём противень. Как обычно, неравномерно поджарим с другой стороны. Вкусно пахнет. Проверим через 5 минут. Полюбуйтесь. Отлично. В сущности, встряхнём, яйца пропеклись. Прекрасно. Если посмотреть под ними, я пытаюсь поднять этот лавровый лист. Видите? Под ним всё прекрасно пропеклось. Молодец, юноша. Бабути, увидимся на горе. Я не знаю, что писать в графе цель визита. Прогулка. Удачного дня. Мы в 20 минутах езды от Кейптауна. Мы у подножия горы Силвермайн. Мы остановимся здесь на ночь. Это сердце Кейптауна. Ночью. Приятно познакомиться. Мне тоже. Хорошо. Мы очень заволнованы. Правда? Да, надеюсь, завтра будет не так жарко, а то мы умрём. Это моя трость. Она же стойка для камеры. Иди посмотри. Красиво, да? Правда? Палаточный лагерь Силвермайн. Это можно просто упустить. Большинство жителей Кейптауна не знают, что такое место существует у них на заднем дворе. Я здесь уже был и знаю, как тут. Неподалёку находится замечательный палаточный лагерь. Отчасти прелесть этого лагеря обусловлена тем, что местные мастера построили его из чуждых растений. Их заготовили в парках-заповедниках неподалёку от Кейптауна. Лагерь очень экологичен. Электричество и воду получают благодаря использованию солнечных батарей. Но настоящее волшебство начинается с закрытием парка. Кажется, вся гора только ваша. Салют. За хороший вечер. Я думал, что мы пойдём вот так. Но мы спустимся в Хаутбэй, а потом поднимемся обратно. Это будет тяжело. Сгустившийся туман заставил осознать, что мы на вершине горы. А внизу, в долине, прекрасный день, а здесь всё окутано туманом. Ребята, вы готовы? Бо ухитрился подвернуть ногу ещё до того, как мы вышли. Но она двигается. Дуэйн ухитрился оставить свою куртку, свитеры и вещи. На нём моя рубашка и всё остальное. Он забыл своей в Кейптауне. Квинт работает в банке, да? Вот и всё. Остальные сейчас внутри на кухне. Они делают то, что называют «рэдпэк». Рэдпэк включает в себя изюм, арахис, сэндвич и фрукты. Если ребята не приготовят себе ланч, завтра, в первый день похода, им будет нечего есть. Увидимся утром. Один человек подвернул ногу ещё до выхода на маршрут. Первый день похода, впереди 17,5 километров. Отпусти меня. Нет. Ты отправишься домой. Сейчас Бо бесполезен. Он должен был нести запас еды и воды. А теперь Джастин понесёт меня. Не дождёшься. Нечестно. Ты ушёл. Я боюсь. Я к походу готов. Уверен, есть места, с которых нас могут забрать в случае паники. Аварийный выход. Как они его называют? Грабит, мы готовы? Сегодняшний переход отсюда до Оранж Клуб около 17,5 километров. Приятной прогулки. Увидимся позже. Увидимся на той стороне. Спасибо за прекрасный вечер. Пока всё улыбается. Посмотрим, сколько человек сохранит улыбки через 7 часов. На протяжении 200 метров тропа плавно идёт вверх. Настройтесь на то, что отсюда мы поднимаемся. Пройдено 2,5 километра. Уверен, слышно только пыхтение. Записываясь в поход, вы получаете услуги квалифицированных гидов. Наши гиды Грабит и Коллинз. Они прекрасно знают флору и фауну Национального парка Столовой горы. Я могу думать лишь об одном. Все эти люди сидят в своих машинах, мучаются в пробках, бок о бок. А мы вот здесь, и вокруг красота. Дуэйн жалеет, что у него нет куртки и может... Это походы с лёгким рюкзаком. Мы несём лишь то, что нам нужно на день. Все остальные вещи доставляют к месту ночёвки. Благодаря этому, вместо того, чтобы просто ставить одну ногу впереди другой, мы можем любоваться природой. Обычно отсюда открывается прекрасный вид на весь залив, Схаут-бэй, Чемпенс-пик и всё остальное. А сейчас видно только... Я ждал совсем другого. Спускаемся вниз, в неизвестное. Я чуть не свалился. Это родниковая вода. Ручей течёт из самого сердца горы. Посмотрите, ради этого стоит идти в поход. Перед нами открывается перспектива, которую невозможно передать по телевидению. Надо видеть собственными глазами. Это называется тропа рыбака. По ней ходили рабочие из Калк-бэй на ту сторону гор. Правда? Да, в прежние дни. Представьте, как вы идёте по тропе рыбачить. Думаю, это делали ради прогулки. Могу дать совет. Когда идёте по склону столовой горы, всегда смотрите, куда ставите ногу. Её можно подвернуть, а ещё здесь есть ленивые капские кобры и жгучие растения. Лучше избегать и того, и другого. Как видите, погода слегка ненастная. Все вокруг свежи, бодры, улыбчивы и полны энтузиазма. Дэнни улыбается. Только снимай, он единственный, кто улыбается. Привет, мам. Привет, мам. Дело в том, что сейчас утро понедельника. Все остальные люди едут в машинах на работу. В тепле и сухости. Спасибо, Дуэйн. Пьют кофе. Да, пьют кофе и едят яичницу с тостами. Мы хотим спуститься в базовый лагерь. Все промокли. Как только мы останавливаемся, я замерзаю. Давайте пойдём. Ну, это весело. Так и есть. Я не хотел бы быть где-то ещё. Это правда. Палаточный лагерь, Оранж Клуб, маршруты Хурикваго. Думаю, сегодняшний день был уроком столовой горы. Он гласит, отправляясь в горы, будьте готовы ко всему. К четырём сезонам за день. Мои обувь, пищи, джинсы, куртка, всё мокрое. Готов. Мы ошиблись. Не повторяйте ошибок. Носки среднепрожаренные. Посмотрите на джинсы. Это джинсы Кэсси. Кэсси их сушит. У неё нет сухой сменной одежды. Джеймс решил сегодня никуда не идти. Не знаю, почему. Да, непонятно. Не знаю, почему. Не знаю, что тут не так. Мы не поможем ему в дождь. Привет, Джеймс. Всем привет, здесь пахнет сыростью. Кофеварка и устрицы. Дождь кончился. Мы позволим себе немного роскоши. Едим устриц. Судя по звуку, что-то не так. Проверим. Что за невезение? Первая открытая устрица оказалась плохой. Боже, ребята, мне не нравится этот запах. Створки устриц не должны быть такими. Джим, понюхай. Кажется, их нельзя подавать. Я не знаю. Со мной здесь хорошие друзья, и меньше всего мне хочется, чтобы они отравились морепродуктами. Это будет ужасный поход. Да, могу представить. Если честно, я в них сомневаюсь. Запланированная трапеза с устрицами не состоится. Как вам это? Ты думаешь, что для кулинарного шоу привезут лучший ингредиент, ты планируешь приготовить роскошную трапезу, а потом получаешь испорченных устриц. Бухта Хаутбэй вон там. Возможно, стоит съехать вниз? Мы же не в глуши, мы на столовой горе. Это сердце Кейптауна. Возможно, нам следует поискать что-то еще. Потому что это я есть не буду. Мне немного странно возвращаться в город, и это связано не с самим городом. Все дело в машинах, людях, уличном движении. Все возвращаются домой с работы. Я здесь, хотя не собирался. Смотрите, залив Хаутбэй. Суда, люди, рыба, еда. Рыбный рынок. Он закрыт. Не знаю, сколько еще я выдержу в городе. Кажется, пора переходить к плану С. Я вернусь обратно в Оранж Клуб. Буду сидеть у огня со своими друзьями и что-нибудь пить. Потому что завтра надо пройти еще 9,5 километров. Посмотрите вон туда. Мы вышли вон оттуда и прошли весь этот путь. Место финиша даже не видно. Когда вы проголодаетесь, я приготовлю бабутия. Должен сказать, сегодня для меня это было самым страшным. Поездка в город, все эти улицы, автомобили, пробки. Это было ужасно. В традиционном бабутии должен быть желтый рис. Чтобы его приготовить, возьмите обычный рис. Сами определите пропорцию. Ложка куркумы. Изюм, палочки корицы и соль. Вот и все. Бабутия нагревается на этой плите. А вот и все. Через 20-25 минут, когда это приготовится, будет готов обед на всех. Самообслуживание. Посмотрите. Видите, это бабути. Ребята, вам понравится. Чатни. Это прекрасно. Отличная еда. Это именно то, что было нужно. Даст силы на завтра. Второй день похода. Впереди 11,5 километров. Как чувствуешь себя с утра? Слегка застывший. Дождь уже идет. Я очень рада, что сегодня мы поднимемся в гору. А еще, что меня разбудили в 6 утра, уткнув камеру в лицо. Обожаю. Обожаю. Удачи. Дэнни, у тебя сухая обувь? Да, спасибо. Счастливчик. Я их для тебя спас. Спасибо. Ты вытащил их из огня? Я вытащил их из огня. Пойдем со мной в душ. Ты должен это видеть. Сейчас я разденусь. Только для тебя, детка. Ты что, меня преследуешь? Это клан спальников. Доброе утро. Кофе. Как твои ноги, брат? Ноги в порядке. Правда? Я железный человек. Понятно. Это называется ложь сквозь зубы. Пора отправляться в путь. Сегодня мы пройдем около 11,5 километров. Надеюсь, все взяли дождевики. На случай, если погода испортится. Я вьючная лошадь. Я несу две камеры, две классных камеры. Я ведущий шоу и ждал особого отношения. У меня должен быть помощник, который понесет мои вещи. Уверен, Джейми, Оливер не таскал все сам. Почему я должен это делать? Вот здесь вы видите прекрасное растение. В Европе оно широко известно как герань. Это одно из замечательных лекарственных растений. Понюхай. Я хочу, чтобы когда-нибудь так выглядел мой сад. И чтобы там текла река. Это оборудование для того, чтобы дать вам возможность увидеть подъем на столовую гору от первого лица. Вы увидите меня потным и ворчливым. Через четыре с половиной километра. Как тут красиво. Посмотрите. Думаю, вам уже ясно. Подъем на эту гору не для слабых духом. Подъем на столовую гору не для слабых духом. Как известно, плохо подготовленные туристы лишались здесь жизни. Не надо думать, что раз эта гора красива и находится в центре Кейптауна, вы в безопасности. Отнеситесь к горе с уважением, иначе поход окончится полетом на вертолете в ближайшую больницу. Слышите тяжелое дыхание? Верьте, это не 188-я позиция из Камасутра. Мы уже веселимся? Да. Я показываю вон туда. Мы туда поднимемся. Для вас это будет болезненно. Конечно, на второй день переход короче. Но не обольщайтесь. Идти здесь труднее. Тропа идет вверх и вверх. Каждый раз достигаешь ровной площадки. Это вызывает экстаз. Сейчас не тот случай. Вы это слышите? Это кричат мои бедные ноги. Мой любимый участок. Люблю идти вверх. Мы поднялись сюда. Мы поднимаемся в гору. Понимаете? Поднимаемся в гору. Здесь есть фуникулер, который доставит нас вниз. Мы только что узнали, что, возможно, он будет закрыт из-за ветра, и нам придется спускаться самим. Вверх и вниз. У тебя в глазах слезы? Джастин, сейчас все сильно упали духом. Через 10 километров. Я представляю закат. Шампанское солнце спускается в океан. Прекрасный вид. А вместо этого погода портится, дует юго-восточный ветер. Мы успели на последний фуникулер. Ура! Я должен дать одно обещание. Вы не насладились видом с горы, поэтому завтра я вернусь. На следующее утро. Так гораздо быстрее, чем пешком. У меня просто нет слов. Это конец третьего сезона. Лучше всего закончить его с друзьями и шампанским. Вы же не знаете, когда увидите меня вновь? Это мой последний шанс поблагодарить всех уникальных людей и друзей, которые сделали возможными съемки этого сериала. Ведущий ссорежиссер и автор идеи Джастин Банелла. Главный оператор и ссорежиссер Саннел Хасбрук. Без вас моя мечта так и осталась бы просто мечтой. Фильм переведен и озвучен на производственной базе ТПО Ред Медиа.